Подготовить подарок Пасхи можно своими руками. Руководитель клуба Детлада провела мастер-класс по росписи яиц при помощи масла и воска. Такой способ украшения называется писанка. Для росписи подойдут яйца, купленные в магазине. Лучше брать с белой скорлупой. На них рисунок лучше видно. Традиция создавать писанки своими корнями уходит в дохристианские времена. Считалось, что вселенная произошла из яйца. Вот еще оттуда этот обряд пошел. Потом уже на Пасху стали расписывать тоже яйца. Сначала делали крашенки, а писанка более древнее искусство. Сначала на яйцо карандашом наносят узор. Затем по этим линиям поверхность покрывают воском и окунают в краску. Незащищенные поверхности приобретают нужный цвет. Чтобы писанка стала настоящим оберегом, нужно знать один небольшой секрет. Яйцо брали в руку, обязательно держали, нагревали его. То есть отдавали ему часть своего тепла. И в это время задумывали, загадывали, кому хочешь сделать этот подарок, этот оберег. Какие желания в него закладываешь. Соответственно, выбирали рисунок. То есть каждый рисунок обозначает что-то на здоровье или на продолжение рода. Вот как я сейчас сделаю дочери подарок. Также, соответственно, цвета. Например, зеленый цвет, цвет здоровья. Красный цвет усиливает положительную энергетику. Чтобы создать самую простую писанку, у новичка уйдет около двух часов. В этом процессе главное усидчивость и терпение. Самый интересный процесс, он такой очень волшебный. Когда все это яйцо, оно такое, кажется, непонятное. Покрытое воском. Покрытое воском. Оно какое-то темное, непонятного цвета. Какой-то он цвет. И самое интересное, когда его над свечкой начинаешь этот воск оплавлять, стирать. И оно уже раскрывается. Все краски начинают раскрываться. Готовую писанку можно хранить около года. Все это время она служит оберегом домашнего чага. Старину чужим людям писанки даже не позволяли брать в руки. Если она разбивалась, то это считало плохим знамением. И такое яйцо сразу же закапывали в землю. Любовь Почельникова, Андрей Семиволков, РТВ, Иваново.